Ночью была атака шахедами. Это с разведывательными целями для того, чтобы вычислить еще раз, где наша система ПВО находится? Или это просто атака шахедами, которая преследует обычные цели Российской Федерации, собственно, энергетическую инфраструктуру и гражданскую инфраструктуру? Я думаю, что произошла обычная комбинированная атака путинской армии, которая продолжает реализовывать ту самую тактику ракетного террора. Ведь очевидно, что вновь и вновь атаки с помощью дронов Камикадзе и ракетные атаки с помощью ракет класса Х-101 и Калибр направлены на объекты критической энергетической инфраструктуры нашей страны. То есть по-прежнему Путин мечтает погрузить Украину в темноту, оставить нас без электричества, соответственно, без воды, отопления, работающей канализации и стабильной электроинтернет-связи. Ну, собственно говоря, всему этому противостоят украинские силы обороны, в первую очередь подразделения противовоздушной и противоракетной обороны. Утром украинские воздушные силы отчитались от того, что из семей дронов Камикадзе, запущенных по территории нашей страны, пять были уничтожены. И из шести калибров также было пять калибров уничтожено. Тем не менее, есть повреждения критической инфраструктуры. Это, соответственно, создает нагрузку на энергетическую систему нашей страны. Есть веерные отвлечения, они масштабные. И, соответственно, это создает определенные сложности. Но остановит ли такого рода агрессию со стороны Путина наше стремление к сопротивлению? Нет, не остановит. Боевые действия продолжаются. Мы видим в сводках от украинского генерального штаба, насколько сложные бои идут как минимум на пяти направлениях. В основном на восточном фазе российско-украинского фронта. Война продолжается. Путин все так же мечтает уничтожить Украину. Ну а Украина все так же сопротивляется этому процессу. Заручается поддержкой наших западных партнеров. Но очевидно, что с целью создания той самой мощнейшей коалиции, сил и средств, с помощью которых в свое время украинские армии будут в рамках контрнаступления освобуждать территорию нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok